Уже используется, идет постоянно наращивание этого компонента и усовершенствование технических средств. Скажите, а наращивание, сравнение, например, с крошки? Я не могу, я не могу, извините, я точно не могу. Ну вот, у нас навигационный сезон, абонентский терминал провинции, сейчас я не знаю, скажи, так же. Ну, дело в том, что там совмещено программное испечение наше отечество, новейшие вот эти модули там вмещены в наш корпус, фактически все отечество. Вот это вот, наверное, и новшество. На данном стенде размещена экспозиция МВД России. Значит, что входит в эту экспозицию? Значит, это нелетальные средства воздействия, это средства бронезащиты, средства вооружения, боеприпасы, бронежилеты, бронекаски, прицелы и поисково-досмотровые обороты. К сожалению, у нас сейчас не достроен стенд, но частично уже приставлен. Вот, средства бронезащиты, фактически полного объема. Где-то, наверное, часа через два будет уже все расставлено. Какие-то вопросы есть по этому направлению? Да, эти средства, они усовершенствованные, или чем они отличаются от того, что раньше служили с полицией? Что именно конкретно вы имеете в виду? Ну, давайте про бронежилеты, например, говорим, про какую-то деталь конкретную. А, про деталь. Значит, бронежилеты, значит, сейчас бронежилеты, те, которые вы сейчас видите, это перспективные бронежилеты, еще не приняты на вооружение. На самом деле, органы внутренних дел, они находятся в апробации и опытной эксплуатации с целью дальнейшего принятия решения. В чем особенность? Ну, максимальное, повышение максимальной защиты личного состава при наименьших массогабаритных характеристиках. Это достигается путем применения различных материалов, их композиций и так далее. А какой вес? Смотря какой класс защиты, от чего защищаться. Вот у меня автомат Калашникова для жилета, который полностью защищает, ну, выездные на важные органы, до 12 килограмм. Какие-то еще оборудования? Это не приходит уже, пластили же. Да? Ну, от Калашникова раньше, кроме железа, ставили железную пластину. Ну, не так, не железную. На самом деле, ставили броневую пластину, она имеет отличие от обычных железных. Она специальный сплав использовался. Ну, сейчас активно применяются керамические бронеэлементы, композитные элементы, в частности, касающиеся обеспечения противовосплощенной одновременной защиты. Это и аромидные ткани, это и полиэтилен высокомолекулярный. Такие вот композиты повышают защищенность личного состава и снижают массогабаритные характеристики, повышают эргономичность вот этих послезащиток. В этом стенде МВД России представлены различные учреждения научно-технические. Значит, первое, вот, то, что мы прошли, это была ответственность ФИКУИН по спецтехнике и следствия МВД России, которая является главной нашей организацией по научно-технической политике. Здесь на стенде выставлены продукции, изделия, техника, которые используются у нас в Государственной институте безопасности народного движения. Научно-технический центр безопасности дорожного движения. Здесь у нас мигалки и средства видеонаблюдения и так далее. Ну, ребята, еще выставляются. В принципе, устройство измерения скорости, фиксации нарушения дорожного движения, право дорожного движения. Слушай, а в айпай точку-то не упаковывают. Представлена диспозиция Главного управления Ведневностной охраны, которая отвечает у нас за охрану объектов, подлежащих, собственно говоря, охране. Это самоуправление и научно-технические центры охраны, которые влияют на научно-технические употреблениями этого управления по различным эффективам охраны. А важные, реализованные, в этом, как вы управляете. Достаточно много здесь у них наработок. Если есть вопросы, задавайте. А какую-нибудь наработку вы хотите, пожалуйста, с этой системой охраны не распонятно, в чем стенды? С стенды в том, что здесь показаны все объекты, которые находятся в юридикции защиты Главного управления Ведневностной охраны. Каким образом это дело защищается, как охраняется, как передается информация, кто обрабатывается, кто реагирует, в каких случаях выезжают, какие наряды. Вот, собственно говоря, есть представлены. Это система. Здесь представлен у нас стенд главного команды внутренних войсков ДТР. Будут выводить, что ДТР выполняют, что здесь будет. А дальше, в том числе, в том числе, в различных средствах. Это и на воздухе, и на воде, и разведывательные какие-то мероприятия они проводят. Здесь в настоящий момент представлены разведывательные средства в виде беспилотных питательных аппаратов. И морские средства, которые используют водовазники внутренних войсков при проведении своих каких-то мероприятий. Это костюмы, это дыхательные аппараты, беспузырьковые, бесплотные летательные аппараты казанского производства, ЭНИКС, и тепловизоры, СИЧ-5, СИЧ-4. Будет еще много чего выставлено. На самом деле, бесплодники используются уже давно достаточно, уже где-то лет 6 или 7 закупаются, и в разведывательных мероприятиях внутренних поисков используются активно. В продуктах сначала у нас это будет вещёвка. Вещёвка у нас подразляется на обычное обмунилирование повседневное и на специфицировку. Так что, компания БТК в ходе в настоящее время активно занимается то, что по заданию возрасту мы совместно с доработный вопрос оснащения разработки новейших образцов современной одежды с целью предвидеть их к современному уровню, к эргономике, к качеству работы наших сотрудников. Здесь все виды круглые, и зимние, и летние. Но это уже введённые, да? Ну, то есть используются? Или это ещё только разработаны? Разрабатываются. Разрабатываются. У нас сейчас идёт работа, работа у нас есть такая, научно-исследовательская работа совместно с предприятиями вот этими. БТК-руки, роды у нас подключены к этим работам по созданию новой линейки в форме надежды и боевой специальной обмировки. Каким требованиям надо отвечать к этому вопросу? Ну, безусловно, требования максимально эффективного выполнения поставленных задач по защите прав и свобод граждан. Ну и, безусловно, это эргономика и удобство работы. Конечно, сотрудник, который будет только думать, как бы быстрее вылезти из формы, задачами своими применами по защите правопорядка заниматься не будет. Поэтому большое внимание уделяется и к покрою, и к материалам, и, собственно говоря, к конструкции вот этой вот одежды. А сотрудников опрашивали до того, как разрабатывали? Безусловно, проходило инкетирование. У нас 250 листов заполненных, что сотрудники еще хотят. Идет активный анализ этой работы, выявляются тенденции. На основании этого пущутся требования. А какое было самое часто встречаемое требование или пожелание сотрудников новой формы? Минимальная масса, например, при зимней форме минимальная масса, с возможностью того, чтобы они комфортно себя чувствовали. Не замерзали, но уже не потели, например. По форме, которая летняя, это удобство вношения. И, в общем, не надо было ее менять там каждые полгода, чтобы она была стойкая к эстераде. А какой срок службы комплекта формы предусмотрен, примерно? У нас сейчас такие работы проводятся, но для каждой составляющей комплекта, видимо, он будет разный. Не может быть, скажем так, для куртки один срок службы, а для тех же самых, насколько другого. Для каждого будет с вами. Одним из основных поставщиков федеральных органов эксплуатации власти в части, касающейся форменной одежды, экипировки и обуви, специальные обуви. К сожалению, сейчас еще не полностью выставлены экспозиции. Продолжение следует... Здесь должна вода заряжаться. А, заливайте. Хотя бы что-нибудь двигается, не двигается? Двигается. Не скажите, куда там, что льются. Вода вот здесь будет находиться, да, так понимаю? То, что там есть, это мало, я, конечно, принесла, но это мало. О, у нас же ничего не надо было. У нас же ничего не надо было. У нас же ничего не надо. Нужно, надо таких, что... Ну, ты вот, у нас, что-либо четыре, что-то. Не заброшу сейчас. Хотя бы сам, сам, в принципе, сейчас посмотрелось. А, там водимка стоит. Это проверка обуви на водопромокаемость. Здесь производится имитация ходьбы. Дорогие коллеги, вы прекрасно понимаете, что сотрудник в органах внутренних дел затесан в разных природных акклематических условиях. Поэтому, что мы не убиваем? Да, салбортик один. Сейчас, замечательно. Вот. Здесь воды заливается, конечно, гораздо больше. Обувь практически полностью погружается в воду по щиколовку. Не, я фонариком свечу. Вам ничего не видно. И идет имитация ходьбы. И сколько у вас циклов он должен выдержать? Не менее двадцати тысяч. Циклов. Не менее двадцати тысяч человек? Да, циклов. Двадцать тысяч человек. Двадцать километров по воде должен пройти. Здесь может регулироваться и чистота, поэтому точно не могу вам сказать, как это соотнести с километражом, потому что все ходят по-разному. Кто-то быстро, кто-то медленно, получше лучше, чем у кого-то быстро. Просто есть норма. С чего они стараются? Это кожа? Это натуральная кожа, да. Это натуральная кожа. А чем достигается водонепроницаемость? Какими-то пропитками или там какие-то материалы? Нет, там внутри стоит чулок, изготовленный из мембранного материала. Швы проклеены специальной лентой, и за счет этого достигается водонепроницаемость цвета и обуви. Давайте попробуем другую ткань какую-нибудь поджечь, чтобы вы поняли, как она. Значит, смысл в чем? Значит, у нас наше спецподразделение при своей работе сталкивается с различными типами опасностей, в том числе и с пожарами. С пожарами бывает, что какой-то бензин прольется, сами вы знаете историю недавнюю. И задача была построена создать костюмы шумовые и для непосредственной работы на спецоперациях, которые обеспечивают защиту личного состава от огня. И такая одежда была разработана. Кстати, были проведены испытания, достаточно серьезные. Форма держит, эти костюмы держат огонь. И я надеюсь, что наши люди никогда не пострадают, когда построены. Сколько по времени? 20 секунд. Дело в том, что это особенный костюм. А какая температура? Это костюм. Температура, сейчас не скажу, но открытого пламени точно держит костюм. Там очень около 900 градусов. Смысл этого костюма не работать в открытом пламени. Это не костюм пожарника. Смысл этого костюма дать время сотруднику быстро его скинуть. Вот костюм скидывается мгновенно, у него две молнии до конца. То есть он растягивает молнии и скидывает. За 20 секунд он успевает расстегнуть эти молнии и скинуть себя горящими. А он же обычно сотрудник. Это специальный штурмовой комбинезон. Я не веду бронежилеты. Бронежилеты? Да. Бронежилеты делают из состава материала, который... Понятно. Может, сначала надо сбросить бронежилеты. Это подобно. Смотрите, сейчас бронежилеты... У нас требования такие бронежилеты, что есть специальная веревка. Дерном он расцепляется. Это все очень быстро. Дальше веревки пошли. Но вы это тоже увидите на этой выставке. Более современные вещи. Прикитание и снятие бронежилет в буквально две тресетки. Для департамента тыла создана информационная система, которая позволяет оперативно и без ошибок определять наличие материально-технических средств в подразделениях МВД России, их движение и учет. Главкнид в право делаем президента. Эту работу для МВД сделала. Вопросы есть? Значит, здесь вот разворачивается напротив стенд Ростелекома. Активно сотрудничество МВД России с Ростелекомом. В части касающейся передачи данных, предоставления каналов связи и других информационных услуг и услуг связи. Ну, они еще не развернулись, но надеемся в ближайшее время не покажут. В связи активно работает МВД в области информационных технологий, в области телекоммуникационных технологий, передачи данных и информации, в том числе сотовые связи защищенные. Значит, идет активная работа в части касающейся разработки вот этих вот защищенных каналов связи, разработки защищенных конечных устройств, и также развертывание мобильной связи в тех местах, где имеются проблемы ее, либо недостаточно точек доступа, либо каким-то образом там эта сотовая связь каким-то образом не присутствует. Работа ведется. Компания Lenovo в совместно с компанией «Байкал» сейчас также делают информационные изделия, и компьютеры, и различные газеты, используя отечественные компонентные базы. Это базы компании «Байкал Электроникс». Значит, идет проект с компанией Lenovo, и также есть еще компания «Депо Компьютерс», которая по нашим техническим требованиям изготавливает компьютеры и соответствующие периферии. Своими изделиями. Это автомобиль «Патруль-А» и «Патруль-СН». «Патруль-А» — это предназначено у нас для внутренних поисков, разработан по техническому заданию внутренних поисков, и «Патруль-СН» — разработан по техническому заданию наше специальное подразделение. Машины во многом идентичны, но есть определенные различия. Сейчас я работаю над тем, чтобы вообще не делать единую базу этих машин. В настоящее время мы занимаемся выработкой вопроса ее проведения госиспытаний в ближайшее время и с целью дальнейшей постановки их на снабжение и во внутренние войска, и наше спецподразделение. Машина обеспечивает защиту по 5-му и 1-6-му классу, защиты по старому грузу. Ну, это, в общем, автомат-калашник, ВСВД. И от подрыва. У нас сейчас до БР-6. И от подрыва. ВСВД. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...